НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ Просторные коридоры, классы оборудованы по последнему слову техники. Здесь есть все, чтобы ребятам было легко и приятно совершать свои первые шаги в науку. То, что я держу в руках, это экспресс-лаборатория, в которой ребенку абсолютно понятно. Все датчики находятся в воде. Давайте измелим температуру окружающей среды. 23,3. Для юных техников есть целый кабинет. Там уже ожили собранные ими роботы. У малышей зреют идеи для новых творений. Я хочу собрать робота, который будет стрелять красным. Если сделать его большим, то он может распылять красным на стену. В новом корпусе будут учиться 400 ребят. Свои парты они займут с 1 сентября. А вот кружки и секции уже переехали в это здание. Балетные па здесь получаются еще более изящными. Ведь на душе у девчонок легко и радостно. Новое здание – новые творческие победы. Оно такое красивое, большое, просторное. Прилежащая территория тоже обновится. Скоро планируется приступить к ее благоустройству. Нам пришлось часть земельного участка произвести размен. Здесь вот перед школой. А вот в торце этого здания там были когда-то в свое время, ну еще с советских времен, гаражи частные. Поэтому нам тоже пришлось их снести. И там, кстати, будет площадка с мягким покрытием. Для занятий уже не здесь, а там на открытом воздухе. Гимназия номер 4 – одна из старейших в Курске. Через два года она отметит вековой юбилей. Среди ее выпускников много талантливых людей. Прославивших родной край. У современных учеников еще больше шансов на успех. Мы и мечтать не могли о том уровне и ремонта, и оборудования, то есть возможностей учебных, которые сегодня вы имели возможность видеть. А мы уже вот некоторое время радуемся и сами себе не верим. Школа действительно сегодня как бы переживает, я думаю, что образно, может, сказано будет. Ну это почти второе рождение, потому что она сегодня приобрела абсолютно современный вид. Считаю, что мы достигли того, к чему стремились. Раньше в этом здании находился учебно-производственный комбинат. Чтобы превратить его в школу, потребовалось более 90 миллионов рублей. Из них 4,5 – это городской бюджет. Остальная сумма поступила из федеральной казны.